Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Независимо от того, какой объем памяти доступен для хранения на вашем ПК, всегда требуется больше. Вопрос хранения данных всегда актуален. К примеру, если вы занимаетесь обработкой видео, фото или другой работой, требующей больших объемов для хранения данных, или нужно создать сетевое хранилище для небольшого офиса. Решением данного опроса может стать сетевое хранилище NAS или SAN в зависимости от возможностей и потребностей. И прежде чем определиться с выбором, давайте разберем в чем же отличие этих двух систем, чтобы иметь общее понимание их работы. Сетевое хранилище NAS – это устройство или сервер с дисковым массивом, подключенный к сети. Данные, хранящиеся на устройстве, могут совместно использоваться всеми участниками данной сети. Он отличается от традиционного хранилища с прямым подключением тем, что в NAS операционная система и другое программное обеспечение предназначены исключительно для хранения данных. Сеть хранения данных SAN представляет собой архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения данных к серверам таким образом, чтобы и операционная система распознала подключенные сетевые диски как локальные. SAN – это сеть, предназначенная для подключения оборудования и программного обеспечения к серверам. Он может перемещать информацию с одного устройства хранения на другое, а также обмениваться информацией между разными серверами, что ускоряет восстановление и резервное копирование информации. SAN использует доступ к данным на уровне блоков. Его основным протоколом ввода-вывода является интерфейс IS-CSI или IS-CSI. Такое хранилище представляется компьютеру как собственное. IS-CSI – это сетевой протокол для работы с системами хранения данных, он позволяет взаимодействовать по сети с различными системами хранения данных. Такая система хранения данных может быть организована на практически любой операционной системе, так как строится на логическом уровне и не требует обязательного наличия специальных устройств хранения данных. Эта функция включена в большинство операционных систем и может быть легко активирована. Не является исключением и операционная система Windows, где компоненты IS-CSI являются дополнительными компонентами системы. В чем же отличие этих двух систем? Простыми словами, SAN – это сетевой диск, в котором обмен данными осуществляется блоками, так же как и с локальными дисками. NAS – это сетевая файловая система, ресурс с совместным доступом. Он представляет собой файловый сервер, к которому можно подключить доступ через домашнюю сеть. SAN – это блочное устройство, которое доставляется по сети, а NAS – это файловая система, доставляемая по сети. Какую же выбрать структуру хранения данных – NAS или SAN? Ответ на этот вопрос зависит от возможностей и потребностей пользователя, поскольку эти две конфигурации решают разные задачи. Файловый доступ и совместное использование информации для приложений на разнородных серверных платформах в локальной сети – это NAS. Высокопроизводительный блоковый доступ к базам данных, консолидация хранения, гарантирующая его надежность, эффективность – это SAN. А сейчас давайте разберем как же настроить такое хранилище. Как говорилось в начале видео, я покажу как собрать и настроить SAN хранилище на базе D-Link DSN 1100. Сперва собираем наше хранилище. Закрепляем диски в лотках и по очереди устанавливаем их в посадочные места блока. По сути это и есть селсборка, далее остается его запитать и подключить к сети. Для осуществления настройки санхранилища нужно подключить его к сети или напрямую к ПК с помощью сетевого кабеля. Для этого один конец сетевого кабеля вставляем в менеджмент порт хранилища, а другой в LAN разъем роутера. Подключаем кабель питания и включаем его. Если подключать нам прямую к ПК вам понадобится сетевой кабель с перекрестным обжимом. Для такого подключения второй конец кабеля подключается не к роутеру, а к LAN порту ПК. Включаем систему и ждем пока загорится диод готовности на передней панели корпуса, это значит что сервер загружен. Для первичной настройки хранилища нужно открыть браузер на компьютере, подключенному к сети или к устройству напрямую, затем в адресной строке ввести адрес сетевого хранилища, он указан в инструкции или документации к устройству, после чего веб-ассистент начнет его поиск. После загрузки приступаем к настройке, принимаем лицензионное соглашение и задаем пароль администратора, вводим IP адрес, маску и шлюз менеджмент порта, если нужно его изменить, а затем далее. Теперь нужно ввести настройки дата порта для исказа соединения, или можно указать их позже и нажать кнопку пропустить. На следующей вкладке можно включить и настроить email уведомления. После настройки приложение будет присылать уведомления о состоянии хранилища, ошибках и сбоя. Проверяем настройки и если они внесены правильно жмем финиш. А если нужно что-то изменить возвращаемся к предыдущему окну и вносим правки. На этом первичная настройка закончена, в следующем окне вам будет предложено скачать и установить Java. Она нужна для работы приложения X-Tax Storage, с помощью которого осуществляется управление хранилищем. Для установки потребуется подключение к интернету. Просто кликните по этой ссылке и установите нужный пакет. Если на вашем ПК уже установлена Java жмем по ссылке ниже для загрузки приложения X-Tax Storage. Для его запуска нужно добавить приложение в исключение, так как Java может блокировать его. Откройте меню Пуск, найдите здесь конфигурацию Java, перейдите во вкладку Безопасность и добавьте адрес. Подтвердите что согласны запустить приложение установив соответствующую отметку и разрешите доступ для Java в Бранмауэре. После чего запустится приложение X-Tax Storage. Для получения доступа к информации и настройкам хранилища введите регистрационные данные, имя и пароль, после чего будет установлено соединение с хранилищем. Теперь нужно создать диск и настроить сетевой доступ к нему. Открываем мастер создания Tomol. Здесь нужно указать имя Тома и выбрать дальнейшую настройку. Если вам нужна помощь при выборе лучшей организации хранилища оставляем отметку напротив первого пункта. Если вы уже знаете что именно вам нужно выбираем второй пункт и жмем Далее. Указываем тип дискового массива и если нужно отметить конкретные диски выберите здесь второй пункт и выберите их из списка. Укажите размер будущего Тома и в завершении выберите соответствующий тип сетевого доступа iSCSI для всех для инициаторов из следующего списка кроме инициаторов из следующего списка и не предоставлять доступ. Далее и финиш Том успешно создан. Если вы не указали сетевой адрес для обмена данными при первичной настройке добавьте его сейчас. Для этого откройте сетевые настройки, кликните по Ethernet порту правой кнопкой мыши и выберите создать портал. Ниже можно включить или отключить права администратора для этого портала. На этом базовая настройка хранилища закончена, осталось подключить его к компьютеру. Далее я еще остановлюсь более детально на пунктах меню приложения XTAD. Для настройки подключения к хранилищу конец сетевого кабеля вставляем на разъем дата порта для iSCSI соединения. На компьютере с операционной системой Windows в строке поиска ищем инициаторы iSCSI. Если вы в первый раз запускаете это приложение, операционная система предложит вам активировать соответствующую службу, которая будет работать и подключать диск при старте системы автоматически. Здесь нужно оказать путь к сетевому диску iSCSI. Для этого откройте вкладку «Конечные объекты» и введите адрес сервера в это поле «Порта, который настроили для обмена данными». Затем жмем здесь «Быстрое подключение», в открывшемся окне выбираем нужный диск и жмем «Подключить». Если подключение было успешно, следующее что нужно сделать это проинициализировать диск и назначить ему букву. Сделать это можно в меню «Управление компьютером» или «Управление дисками», «Пуск», «Панель управления», «Администрирование», «Управление компьютером». Либо правой кнопкой мыши по меню «Пуск», «Управление дисками». После завершения инициализации диск будет доступен как локальный физический носитель, однако он еще не виден в проводнике, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Создать простой тон». Далее укажите букву, файловую систему, далее и готово. Теперь диск должен появиться в проводнике. Им можно пользоваться и остается лишь сбросить на него информацию. Таким способом через инициатор аэскази сетевой диск можно подключить к любому компьютеру, находящемуся в данной сети. А теперь давайте быстро пробежимся по меню приложения X-Tax Storage. Более подробное описание вы сможете найти в документации к устройству. Во вкладке «Файл» можно добавить новое соединение или удалить уже созданное, выйти, настроить автовход и закрыть приложение. Во вкладке «Просмотр» открыть настройки ТОМа. Здесь доступны настройки доступа инициаторов. Есть возможность просканировать, удалить, расширить и перенастроить ТОМ. В пункте «Системного администратора» доступны функции управления сервером, перезагрузка, выключение и сброс к заводским настройкам. Можно добавить пользователя или изменить пароль администратора. И в «Настройки сети» добавить и настроить еще один порт. Или удалить уже существующий. Создать группу портов для разгрузки сети и увеличения скорости. И так далее. Во вкладке «Инструментов» есть настройка времени, мастер для создания ТОМа и возможность сохранить историю событий. Помимо, есть вкладки с подробной информацией о диске, его состоянии, настроек и т.д. В процессе настройки и управления хранилищем можно случайно удалить важную информацию, отформатировать диск или пересоздать его и потерять при этом данные. Если такое вдруг случилось, не волнуйтесь, с помощью нашей утилиты для восстановления утерянных данных в Hetman Partition Recovery вы сможете вернуть их. Hetman Partition Recovery позволяет без труда восстанавливать утерянные данные с таких дисков. Утилита просканирует сетевой диск, найдет утерянные данные и вы с легкостью сможете их вернуть. Для восстановления утерянной информации сделайте следующее. Скачайте, установите и запустите программу Hetman Partition Recovery. Как видите, программа без труда определила данный тип диска. В менеджере дисков кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Сперва попробуйте выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла удаленные данные, выполните полное сканирование. Мастер восстановления данных немедленно просканирует выбранный дом диска и отобразит результаты сканирования правой части окна. По завершению сканирования вам нужно лишь отметить удаленные файлы, которые нужно восстановить и нажать кнопку восстановить. Указать место куда сохранить данные и нажать сохранить. Также программа позволяет сделать образ диска и проводить восстановление данных с образа, что повышает шансы вернуть утерянную информацию, так как при множественном сканировании диска могут быть затертые данные. Вы также можете использовать данную утилиту для восстановления в следующих случаях. Для восстановления файлов, утерянных в результате удаления, форматирования, сбоя системы, вирусной атаки и других ситуаций потери данных. Восстановление данных с внутреннего и внешнего жесткого диска, USB, SD-карты, памяти, камер и других устройств хранения. А также восстановить утерянные фотографии, видео, музыку и другие типы файлов. Теперь вы знаете как создать свое сетевое хранилище и уберечь себя от потери важных данных и что делать если уберечь их все же не удалось. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.